Небольшая зарисовка на специфические улицы Сан-Франциско. В общем, в Сан-Франциско это называется коридорами, то бишь некие галереи под открытым небом на бэк-стритах, так называемых. Да, предоставляем вам возможность увидеть что-то эксклюзивное в Сан-Франциско, то, что обычно не показывают в роликах о Сан-Франциско. Хотя туристы, интересующиеся искусством, особенно современным, они эти коридоры ищут на картах и посещают их все. Таких улиц очень-очень много, то есть, соответственно, вы можете специально приехать в Сан-Франциско и запланировать посещение таких улиц. Тур по коридорам. Да, тур по коридорам. Так вот, а этот конкретный, он вдалеке достаточно расположен от основных туристических маршрутов и ближе к центральным улицам, в коридорах в этих не пройти, не проехать слишком много. туристов, а здесь мы с вами можем прогуляться без постоянного мельтешения народа в камере. Да, люди ищут покемонов, а здесь есть возможность искать вот такие улицы-коридоры и попадать в что-то интересное, эксклюзивное творчество. Некое творчество. Вот посмотрите, тут тоже очень интересно. Видите, такой домик. Видите, здесь живут. Вообще, как вы заметили, Сан-Франциско грязноватый город. Это правда. Куда бы вы ни пришли, в центр города, либо на периферию, везде будет так немножко даже как-то вычурно-грязновато. А это его преступная часть Сан-Франциско. Полицейский с дробевиком. Полицейский с дробевом. То ли наркотики какие-то. Не знаю, что случилось. Ну, в общем, непонятно, что произошло. А, what happened? There were a tour, but you didn't want to go to the hospital. You should be nervous. Вот такая зарисовка. А за моим рюкзаком уже охотник. Вот, собственно, это вид на даунтаун Сан-Франциско, в котором останавливаться я вам не рекомендую, если вы не хотите ежедневно видеть бездомных, грязных и так далее. Потому что здесь даунтаун, он такой специфический. Может быть, я потом покажу, если будет время. Видите-то вы их везде, но в даунтауне вы будете с ними постоянно сталкиваться, и у вас вообще сложится ощущение, что вы живете с ними. Да, да, потому что они там все кучкуются, потому что их там кормят, поят, обувают, одевают. И вообще Сан-Франциско это город бездомных. Почему? Потому что в свое время демократическая партия здесь провела законы, что бездомных нельзя здесь выгонять, даже если это ваше крыльцо. Вот если вы живете, у вас дом, и к вам на крыльцо пришел, пускай грязный, плохо пахнущий человек, и на ночь стал устраиваться, и каждую ночь он даже туда будет. Приходите устраиваться, вы его не вправе выгонять. Почему? Потому что вот такие законы. То есть полицию вызывать бесполезно, что-то делать бесполезно, будете жить с ним. И тут вообще Сан-Франциско это город демократической партии, это наглядный пример вообще демократии в работе. Поэтому у них там, допустим, есть в Кастро трамвайчики, где ходят, и там голые люди стоят, мужского пола. Да, при том, что интересно, женщин голых я тут на улицах не видел ни разу, а мужиков вот мы сейчас опять встретим. А это район Ной-Вэлли, один из респектабельных, дорогих районов, где, в принципе, остановиться и жить очень дорого. Вы видите, уже улицы чистые, никакого мусора нет, люди уже одеты поприличней. Ну и самое экзотное, что в этом районе есть, кроме чистоты и дороговизны, это вот то, что возвышается вот так вот стеной, камера, к сожалению, не передает, но вот так вот стеной возвышается город как бы над вами. В общем, Твин Пикс там так называемый начинается. Да. Ну и, естественно, все цены, все магазины, все здесь будет подороже. Люди поприличней, но жилой фонд, он будет точно так же, как и в других районах Сан-Франциско, неудобоваримым, потому что все дома, они строятся из легких конструкций, легких материалов, то есть дерево в основном, естественно, все звуки, все остальное, если вы у дороги, все будет слышно. Все дома старые, шумные, холодные. Да, вот две вещи, которые вас будут преследовать, это шум и холод, шум и холод. Если вы к этому спокойно относитесь, то селитесь здесь, если у вас есть деньги. Сейчас я покажу еще обзор. Вот, в принципе, вот так, Ной Велли. Так это все выглядит. Вот такой вид. Вот такие здесь дороги. Представляете, да? Ползти в гору. И такая панорама. Самое интересное, что здесь очень много цветов и растений, и все они обожают этот климат. То есть это нормально, что холодно, но солнечно. Видите, какие заросли. Ну, вот это вот вообще очень интересно было, когда это было зеленым. Видите, просто буйство природы. Еще один панорамный вид на Сан-Франциско. Город в тумане. Очень жуткий климат. Очень жуткий. Очень жуткий. Но, как вы видите, растительности этот климат очень нравится. А идем мы на Твин Пикс. Вон туда. Ну вот, собственно, за моей спиной Твин Пикс находится. Объясни, что это не тот Твин Пикс, который... Да. Вот. И город Сан-Франциско. Ветер просто ужасный. Такое ощущение, что вынимается по Альпам. Сейчас попробуем скоротить дорогу и пройти по тропинке. Вот по этой вот. Которая, в принципе, как бы закрытая. Ну, чтобы просто срезать и подняться туда наверх. И не замерзнуть на смерти. Да. Вот, собственно, Твин Пикс. Видите, две горы. Где там, Ванька? Вон она, точка. А это Сан-Франциско. С горы Твин Пикс. Любопытно, да? Ну и вот, собственно, поднялись мы на обзорную площадку. Как вы видите, людей много. И мы сейчас увидим вид, за которым все сюда приезжают. Вау! Вот это да! Шикарно! Мне особенно нравится этот сумрак. Вот этот вот туман. Как у Стивена Кинга. Вы видите, с другой стороны так. Ну, вы не видите, но такое вот, знаете, белое такое что-то движется на город. Я понимаю, что сегодня погода очень плохая. и поднявшись сюда, как бы не очень классный вид. В том плане, ну, как бы вот обзорный вид. Но, вы знаете, вот это вот Сан-Франциско в тумане, по-моему, это стоит того, чтобы сюда как-то подняться и увидеть здесь именно такой обзор. А еще знаете, самое прикольное, что когда что-то тебе мешает, там ветер дует, еще что-то, что-то включается внутри преодоление самого себя и включается такой гай внутренний. Но это не адреналин, не путайте с адреналином, потому что тут опасности никакой нет. Я надеюсь. Так, попробуем дождаться Ваньку и перейти на другую сторону этой горы. Ваньку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok